Продолжение следует... Ну что ж, тогда приступим. Для того, кто меня не знает, представляюсь. Меня зовут Калиников Павел Юч, руководитель учебно-методического центра компании Директ Медиа и постоянный ведущий Директ Академии нашей вебинарной площадки. Сегодня вебинар проведу я. И для начала обращаю ваше внимание на две ссылки, которые расположены в самом начале чата. Сейчас я посмотрю, доступны ли они еще. Да, они еще доступны. Первая ссылка. Те, кто вошел достаточно поздно, прошу вас промотать в самое начало чата. Первая ссылка – это наше расписание вебинаров, расписание на целый учебный год до конца, до июня 2018 года. И там проставлены вебинары, на которые можно уже сейчас зарегистрироваться и потом спокойно ждать, когда он начнется. Там же можно посмотреть записи уже выложенных вебинаров на наш учебный канал на YouTube. Ну и вторая ссылка – это, собственно, ссылка на наш видеоканал на YouTube, где можно посмотреть все наши вебинары. Вообще все-все, которые проводились во все времена. Кроме того, там есть учебные ролики, часть из которых мы, кстати, сегодня с вами и посмотрим. И я обращаю ваше внимание на следующие два вебинара, которые состоятся завтра и послезавтра. Сейчас я приведу их в нашем чате. Вот они. Одну минутку. Это два вебинара. Завтрашний вебинар проведет Кирилл Уваров, генеральный директор компании «Инфоинженерия». Он расскажет о новинках своего издательства лета 2017 года. И пятого числа, то есть послезавтра, выступит Иван Засурский, известный интернет-деятель, все его регалии не буду называть, с вебинаром «Открытая публикация выпускных квалификационных работ». Вот. Так что прошу прямо сейчас на эти вебинары регистрироваться, кому интересно. Так. Вот вижу, написано «Слышно, видно только файл с презентацией. Скачивается поврежденным». Ну, насчет скачки не могу сказать. Насчет того, что видно только файл с презентацией, возможно, вы смотрите с гаджета наш вебинар. Там действительно только презентация видна. Так. И кто-то еще задает вопросы. Вижу. Так. Светлана Николаевна, за прошлый вебинар не получил сертификат. Кому обращаться? Мне лично напишите. Я всем выслал сертификаты. А перед тем, как мне написать, посмотрите, пожалуйста, в папке «Спам». Возможно, письмо с сертификатом попало в спам. Вообще, любые рассылки, они имеют такую возможность иногда попасть в спам. Так что посмотрите, пожалуйста, сначала в спаме. Если не найдете, тогда напишите мне лично. Я вам еще раз подготовлю сертификат и вышлю. Ну что ж, коллеги, давайте начнем наш сегодняшний вебинар. Наш вебинар сегодня собралось достаточно много народу. Это радостно. Это говорит, что у нас не только библиотекеры наши основные, так сказать, клиенты нас слушают, но и преподаватели. Это еще раз повторюсь, это радостно, потому что у нас с преподавателями... Ну, не то чтобы очень трудный контакт, но он не прямой, как правило. И вот эти вот вебинары – это один из способов напрямую достучаться до наших преподавателей и рассказать им о нашей системе. Преподаватели нам интересны во многих качествах, интересны, прежде всего, как первые наши потребители. То есть конечные наши потребители – это, конечно, студенты, но преподаватели и научные сотрудники – это наши преподаватели, ну, скажем так, высшей категории, от которых зависит во многом, придут или не придут к нам студенты. Библиотека, конечно, тоже многое может сделать в этом, в пропаганде электронных библиотечных систем, но если преподаватель не порекомендует студенту книгу, которая лежит в ЭБС, то, как правило, все эти призывы, они тщетны. Поэтому, собственно, мы вот с преподавателем пытаемся работать отдельно и разговаривать с ними отдельно. Ну и вторая, я об этом чуть-чуть попозже скажу, вторая поставь, в которой нам интересны преподаватели, это как авторы учебных материалов, которые мы с удовольствием бы разместили у себя. Но об этом чуть позже. Итак, давайте сразу пойдем. По нашей презентации речь идет об университетской библиотеке онлайн, о нашей главной ЭБС. У нас в Директ Медиа действует... Директ Медиа принадлежит две ЭБС. Одна наша, ну, исконная, скажем так, университетская библиотека онлайн, разработанная у нас, и вторая, это старейшая ЭБС-книгафонд. О ней у нас уже был вебинар. Кому интересно, может посмотреть, примерно неделю назад этот вебинар был и уже выложен. Несколько цифр. Я кое-какие подправил эти цифры, но, скорее всего, еще что-то надо в сторону увеличения подправить. Может быть, не все знаю. Итак, более 110 тысяч книг у нас агрегировано в наше ЭБС. Упор делается в последние несколько лет на новые книги, на самые употребимые книги, учебники и книги нон-фикшн. Более 450 вузов подписчиков у нас. У нас только в этой ЭБС около 25% рынка ЭБС. Мы агрегируем более 400 издательств. Из них, если не изменяет память, более 120, кажется, это издательства вузовские. То есть, вот, близкие к вам, хоть они и малые, но очень полезные именно для вузов издательства. 60% из них – это издательства учебной двадцатки, так называемые. Ну и там количество книгообращений, пользователей, потенциальная аудитория. Это все измеряется сотнями, тысяч и миллионами. Все, больше не буду рекламой заниматься. Дальше будем говорить о другом. Да, вторая наша ЭБС. Только один слайд покажу, потому что был отдельный по этому поводу вебинар. Более простая в обращении. Немножко более простая с точки зрения агрегируемого контента. Но по общей массе контента. Это самая большая ЭБС, кажется, в России. 180 тысяч книг. Масса новых. Мы эту ЭБС не просто взяли на себя два года назад, но и существенно пополняем контентом. Наш, не люблю это слово, слоган, да, оно отдает такой пиарщиной немножко, да. Ну вот у нас есть такое выражение, которое мы часто добавляем ко всем нашим презентациям и между собой употребляем. Больше, чем ЭБС. Это выражение говорит о том, что мы агрегаторы контента в очень широком смысле этого слова. То есть мы занимаемся не только электронной книгой, но у нас есть и направления похожие, но развивающие, да. То есть различные формы контента. Это электронного контента, учебного, это мультимедиа контент. Мы дружим со многими компаниями, которые в области контента работают, с такими, как, например, антиплагиат. У нас есть, кроме закрытых проектов, ну, закрытые – это плохое слово, да, кроме проектов подписных, таких как университетская библиотека онлайн, есть открытые проекты энциклопедиум и арт-портал. О них сегодня чуть-чуть я поговорю, а вообще говоря, об арт-портале у нас будет целая вереница вебинаров. У нас есть такая опция, как печать по требованию, print-on-demand. Ну и что касается, собственно, авторов учебного контента, преподавателей, то мы занимаемся продвижением в ринц наших авторов. Не то, чтобы мы этим занимаемся в качестве дополнительной услуги, но мы этим занимаемся системно, по самой структуре нашей ЭБС. Это подразумевается. Об этом я чуть-чуть попозже расскажу сегодня. Итак, наш интерфейс, главная страница, все достаточно просто. Ну, тем не менее, я поясню некоторые элементы. Элемент 1, самое верхнее меню, это меню перехода между разными нашими проектами. А у нас, кроме ЭБС, есть еще интернет-магазин, книг нон-фикшн, электронных книг, арт-портал, бизнес-библиотека, энциклопедиум, школьный портал, библиотека нон-фикшн и детектор плагиата. А вот между этими нашими проектами идет переключение. Вот, не буду долго говорить, это много наших проектов. Почти о каждом из них у нас есть или будет в этом году отдельный вебинар. Второе, на самый верх вынесен поиск. Я думаю, что в этом нет ничего странного. Почти на всех контентных сайтах поиск вынесен на самый верх. Это говорит о том, что, собственно, поиск – это и есть основной способ нахождения книг в нашей библиотеке. Ирина Викторовна, я в конце вебинара поясню. Я как раз в начале вебинара крутил ролик с слайдшоу, в котором было написано, как скачать вебинар. Вот, поясню после тогда. Да, ну и я не хочу много о поиске говорить, но просто для людей, которые привыкли работать в библиотеках, хочу сказать, что у нас есть, конечно, и традиционный поиск по разделам, традиционный не поиск, а способ нахождения литературы по разделам, по рубрикатору, как это в библиотеках представлено. Ну, конечно, с информационной точки зрения, в информационном мире полнотекстовый поиск – это гораздо лучший способ нахождения, чем нахождение книг в разделах и подразделах ветвистой структуры рубрикатора. Ну, а, собственно, за рубрикатор отвечают пункты 4 и 5, и частично 6, на которой выведены основные разделы. Пункт 3 справа – это пункт, такой отщелкивающийся меню. Этот пункт ведет к вашему личному кабинету, в котором можно завести информацию о себе и плюс перейти в некоторые опции, которые зависят от вас. Например, провести поисковые выборки и сохранить поисковые выборки, которые потом сохранятся в вашем личном кабинете, и ими можно будет пользоваться от случая к случаю. То есть от входа к входу в нашу систему они сохраняются. Там же книжная полка, где лежат ваши книги, ну и многие другие вещи, которые в ЭБС характеризуют ее настройку конкретно под вас. Да, пункт 7 – это задать вопрос. Это онлайн техпомощь. Вам ответят тут же, если вы в рабочее время по Москве туда вопрос спрашиваете. Скорее всего, в то же время, плюс-минус несколько часов до начала рабочего дня и после рабочего дня. А если в другое время, то вам ответят письменно на вашу почту. И низ, или, как говорится, подвал нашего сайта. Почему я специально об этом говорю? Ну, во-первых, там располагаются новости, а в новостях достаточно интересная информация, контекстная, в частности, о новостях отрасли и так далее. Ну, и в том числе о новых наших вебинарах, например, там информация. Ну, и пункт 2 – это большое меню в подвале. Это меню «Наиболее подробный доступ ко всем возможностям нашей электронной библиотеки». К каким функциям доступен переход только по пунктам вот этого меню. Ну, например, там к издательским коллекциям или к тематическим коллекциям и так далее. Ну, и пункты 3 и 4 – это плагины нашего присутствия в Фейсбуке и кнопки соцсетей. Кстати, на наш YouTube-канал можно подписаться еще и вот по этой кнопке, которая есть в пункте 4. Сразу перейду к основному вопросу. Как читать, да? Без переходных страниц. Конечно, конечной страницей любой электронной библиотечной системы является читалка, так называемая. То есть, то место, где вы читаете. Вообще говоря, конечно, все предыдущие страницы, они служат для того, чтобы сократить ваше время и улучшить ваши возможности по попаданию вот в эту конечную страницу. То есть, если люди много ходят по ЭБС, что-то ищут, там делают что-то, но не читают, то считайте, что функция ЭБС не выполнена. Читалка привычного вида, то есть, примерно что-то вроде этого вы можете найти во многих системах, в том числе в Adobe Reader, который удобен для чтения PDF-ов, например. Как всегда, пункт 1 – это поиск на самом видном месте, это поиск, полнотекстовый поиск уже по данному изданию, а не по всей библиотеке. Пункт 2 – это навигация. Пункт 2 и пункт 6 одновременно – это навигация. Тут можно листать назад-вперед, к самому началу, к самому концу, либо прямо указать номер страницы, на который вы хотите перейти. Пункт 3 – это группа кнопок. Наиболее интересная из них первая кнопка – это кнопка взятия кода для установки в свой собственный открытый ресурс. Мы называем эту опцию «ЭБС как сервис». В нашей ЭБС есть такая возможность, и, кстати, видимо, для преподавателей это будет наиболее интересно, для преподавателей и научных сотрудников, включать небольшие, размером не более трех страниц, включение из любых книжек в свой внешний ресурс, в любой свой внешний ресурс. В блог, в учебный курс, в личный сайт, в сайт университета и так далее. Не больше трех страниц, но сколько угодно отрывков из любой книги или вообще из всех книг библиотеки. При этом на вашем сайте появляется вот примерно такая читалка, и эта опция абсолютно легальна. То есть, обращаю ваше внимание, вставляется не текст книги, что было бы, видимо, превышением формата цитирования, а именно наша читалка, то есть часть нашей электронной библиотеки в виде кода вставляется в ваш ресурс. И при чтении этих отрывков у нас производятся... Счетчики считают, и авторы знают, сколько раз их прочли в нашей библиотеке и получают свое вознаграждение. Другими словами, это легальный способ вставки контента и производства производных произведений на основе книг. Следующая кнопка с восклицательным знаком – это сообщение об ошибке. Если вы видите, что что-то не так воспроизводится или не так напечатано, можете нам сообщить, и мы исправим. И третья кнопка с названием PDF – это кнопка, по которой можно скачать, уже не опубликовать, а скачать для своего потребления. Участок PDF до 10% любой книжки можно скачать и использовать, как вы пожелаете. Под номером 4 у нас расположены кнопки, которые ведают воспроизводством текста, то есть тем, как он будет виден. Это может быть на весь экран или на странице. Способ помещения страницы в экран – выравнивание по ширине или по ширине и высоте. Просто увеличение, уменьшение масштаба и так далее. Ну и под пятым пунктом расположена группа кнопок, по которой можно получить текст издания, текущие страницы, прошу прощения, текст. Все новые источники оцифрованы, и многие из старых тоже оцифрованы, дореволюционных даже. Их можно взять в виде текста и копипейстом перенести туда, куда вам интересно. Дальше – печать страницы. Следующий пункт – это обновить экран. Ну и последний пункт с карандашиком. Он здесь вот расположен в самом правом верхнем углу. Это выделение, цветовое выделение участков текста. Геометрическое выделение. Выделение не по буквам, а геометрическое выделение. Разными цветами вы можете делать пометки, раскрашивать как маркерами. И эти пометки остаются между вашими входами в систему. То есть у вас остается книга в вашем личном кабинете, книга с пометками. И таким образом вы можете улучшить тоже свою работу. Ну, что еще есть? Есть сохранение цитат и комментариев. Ну, традиционно во многих ЭБС есть средства для создания рефератов. У нас они тоже есть. Ну, лично я, правда, предпочитаю все-таки, когда пишу какую-то работу, делать вставки в конечном виде. То есть где-то в офисных пакетах. Да, ну, можно это делать, подготавливать реферат и прямо внутри электронной библиотечной системы. И для этого у нас есть соответствующий интерфейс и функционал. Ну, и потом вот эти конспекты, конструкторы рефераторов, состоящие из цитат, в которые можно также вставлять и свои тексты. Эти рефераты все лежат, каждый под своим названием, и можно потом с ними продолжать работать. И только в самый последний момент можно их оттуда взять и поместить в какой-то офисный продукт и напечатать. Что еще у нас есть интересного, и как раз это интересно для преподавателей, научных сотрудников, аспирантов, ну, и студентов старших курсов. Это у каждой книги вы можете взять библиографическое описание, даже не начав ее читать. Ну, как известно, чем ближе находится по числу кликов какая-то функция к нам, ну, или к главной странице сайта, да, тем чаще она используется. А чем глубже закопана опция, тем в геометрической прогрессии убывает число людей, которые до нее доходят. Если вам надо сделать подборку ссылок, и при этом мы заставляем вам в каждом случае входить в режим чтения, это, наверное, неправильно. Потому что вы можете захотеть получить библиографическое описание книги еще до того, как вы начали процесс чтения. Вот поэтому библиографическое описание каждой книги, оно хранится на предварительной странице, то есть странице предварительного, которая до чтения происходит. Вот, обращаю ваше внимание, что библиографическое описание сделано по всем правилам, его наши библиографы делают. Ну, и тут библиографические описания сделаны в формате электронного документа, то есть, если вы увидите, в конце приписан соответствующий адрес в нашей электронной библиотечной системе. Что говорит о том, что вы будете ссылаться на электронную версию данного издания. Кроме библиографического описания, во многих книгах, в тех книгах, которые есть собственный список литературы, вы также этот список литературы можете взять прямо копипейстом из страницы предварительного просмотра книги, параметров книги, не заходя в, собственно, саму книгу, не читая ее и не ища этот раздел в книге самостоятельно. Это тоже очень важно для того, чтобы делать ваши собственные списки литературы, списки источников. Ну, и хочу вам порекомендовать для вас и для ваших студентов вот эти два учебных ролика. Я не буду здесь воспроизводить их ссылки на них, скачайте презентацию, если они вам нужны, и посмотрите оттуда. Либо найдите просто на нашем учебном канале в соответствующем плейлисте. Это учебные ролики для ознакомления с тенем и работой с текстом. Особенно, наверное, полезны для ваших студентов. Это два ролика по 10 минут, небольшие ролики. После того, как они просмотрят эти ролики, им досконально станет известно, как работать с ЭБС в части чтения книг. В принципе, большинство этого функционала и так интуитивно понятно, но есть какие-то вещи, которые могут быть не сразу поняты. Поэтому вот эти два ролика я очень рекомендую и вам, и вашим студентам. Особенно, если студенты докучают вам с вопросами, а как пользоваться этим, а как пользоваться этим. Вот, берите эти два ролика и узнаете, как этим пользоваться. Ну и, разумеется, как я уже говорил, основным способом нахождения издания в ЭБС служит поиск. Поиск есть и обычный, и расширенный. Вот тут экран расширенного поиска. Здесь много разных опций, которые являются фильтрами. Например, можно искать в описании, можно искать в полнотекстовый поиск проводить по всей ЭБС. Можно искать только в доступных книгах, а можно искать по всей ЭБС, даже в тех подписках, которые нет конкретно в вашем ВУЗе. Можно конкретно указать издательство, конкретно выбрать из списка УГСН. Отключается ссылка периодически. Какая ссылка отключается? Подскажите, пожалуйста, я не совсем понимаю, тогда отвечу вам. Вот, да, можно также по году издания проводить фильтрацию. Это очень удобно, когда вы точно знаете, что произведение вошло в какой-то период, который вам надо искать. Иначе просто поисковая выдача может быть очень длинной. Ну и тип издания может быть книги, аудиокниги, то есть мультимедиа ресурсы и периодика. Отдельно можно, например, искать по периодике, и это достаточно удобно, когда вам нужно искать конкретную статью. Ну и поиск в ЭБС. Давайте мы... Нет, не буду я вам показывать этот ролик. Он достаточно все-таки длинный, почти 10 минут. Вот, я поясню, как скачать презентацию в самом конце, потому что периодически приходят новые люди с этим самым вопросом. Вот, и снова его задают. Если не получается найти книгу, это значит, что ее нет в системе. Если не получается найти книгу, это означает два пункта. Либо вы... Либо ее нет в вашей подписке. Сейчас я включу карандашик. Да. Если вот здесь... Так. Если здесь взведена вот эта галочка, то это означает, что поиск будет проводиться только в той версии ЭБС, которая конкретно установлена у вас в ВУЗе. А у вас в ВУЗе всегда какая-то версия, ну, не включающая какие-то издательские коллекции и так далее. Если вы хотите посмотреть, что вообще в принципе есть в ЭБС, невзирая на то, есть конкретно доступ у вас в ВУЗе или нет, то эту галочку уберите и посмотрите. Если книжка не нашлась и там, то ее, видимо, нет. Ну, постарайтесь дополнительно поискать, конечно, по другим словосочетаниям. Как всегда, поиск это такая вещь, которая может, ну, скажем так, не с первого раза вам выдать результат. Ну, в частности, наоборот, если у вас получился очень длинная поисковая выдача, и вы не знаете, как уточнить ваш запрос, то это иногда может означать, что ваша книга зарыта где-то далеко в выдаче. Так, ну, по поводу поиска. Вы знаете, я просто хочу вам порекомендовать тоже учебный ролик по этому поводу. Он есть у нас в списке учебных роликов на нашем канале. Это примерно 10 минут. В принципе, и так поиск понятен, но там досконально объяснено, что и как. У нас просто нет времени 10 минут только поиском заниматься. А вот здесь этот ролик я покажу. Поисковые выборки – это очень удобный инструмент для формирования своего списка литературы для себя. Список литературы вы можете формировать любым способом. Можете не только поиском, а вообще приходить в книгу, потом отмечать, откладывать ее в выбранную литературу. Но когда вы это делаете из поиска, то это очень удобно делать при помощи инструмента поисковых выборок. И сейчас я вам покажу соответствующий ролик. Он относительно короткий. Как это делать. На предыдущем вебинаре я его тоже показывал, но показывал для библиотекаря. А сейчас, я надеюсь, здесь присутствуют немножко другие люди. Так, подскажите, кто уже проходил вебинары. Сертификаты всем пришли. О том мне прислали ссылку. Мария Николаевна, речь идет, видимо, о вебинарах первой половины октября. Действительно, у нас проходили... Мы настраивали нашу систему. И, к сожалению, разработчики случайно послали неотлаженные версии писем, в которых сертификаты отсутствовали. Сегодня и завтра, наконец, у нас система отлажена. И по всем вебинарам, которые состоялись, кажется, с 17-го числа, мы уже проводили полноценную рассылку сертификатов. И они должны были приходить. Нормальные сертификаты. Вот сейчас мы убедились, что система нормально работает. И по всем сертификатам, которые приходили по вебинарам с 1-го сентября по где-то середину октября, мы повторно проведем рассылку. И вы снова получите ссылку уже на нормальную версию своего сертификата. Итак, давайте тогда по поводу поисковых выборок я сейчас коротенький вам ролик покажу. Во время ролика я уйду из эфира, но, разумеется, останусь в чате и можете задавать свои вопросы. Добрый день. Меня зовут Павел Калиников, а мы продолжаем знакомиться с функционалом и интерфейсом университетской библиотеки онлайн. Тема нашего сегодняшнего видеоролика – поисковые выборки. Функционал поисковых выборок доступен всем ролям университетской библиотеки онлайн – и студентам, и преподавателям, и библиотекарям. Это один из ведущих функционалов, и мы сейчас его рассмотрим. В настоящий момент мы находимся на главной странице университетской библиотеки онлайн. И чтобы попасть в раздел поисковых выборок, выберем кнопку «Мой вуз». На появившейся страничке выберем вкладку «Мои события». И на этой вкладке выберем под вкладку «Поисковые выборки». В настоящий момент среди поисковых выборок у нас присутствуют четыре выборки. Вот они. Эти поисковые выборки были сформированы ранее в процессе поиска. А теперь я покажу, как сформировать новую поисковую выборку и поместить ее в этот раздел. На этой вкладке браузера у меня открыт расширенный поиск университетской библиотеки онлайн. Давайте что-нибудь поищем. Прежде всего я выбираю слово или словосочетание поиска. Я знаю, что я хочу найти, поэтому я выбираю слово «Скорбь». Позже вы увидите, какие книжки я пытаюсь найти. Я могу выбрать любые фильтры в расширенном поиске. В настоящий момент я выбираю фильтры по году издания. Это будет период начала 20 века. Мы получили какую-то поисковую выдачу, давайте проанализируем ее. В поисковой выдаче мы находим те книжки, которые я искал. Это несколько книжек серии «Книга русской скорби». Отметим их. Как мы видим, в момент отмечания самой первой книжки появилась кнопочка «Сохранить выборку». Вот она. Это плавающая кнопочка, которая будет сопровождать нас по мере листания списка выдачи вниз. Давайте отметим еще книжки. Мы выбрали все книжки, которые нам необходимы. Теперь мы можем нажать на кнопочку «Сохранить выборку». При сохранении выборки есть несколько вариантов. Мы можем дать имя новой выборки или выбрать из тех выборок, которые существуют. В данном случае мне хочется дать выборке новое название. Я набираю его. После подтверждения поисковая выборка добавлена. Теперь переместимся в личный кабинет, чтобы убедиться, что выборка добавлена. Чтобы выборка появилась в личном кабинете, необходимо перегрузить страничку. Теперь мы видим, что в поисковых выборках появилась выборка под названием «Книга русской скорби». Нажимаем на нее. Появляется список из шести книг. Любую из этих книжек мы можем открыть и почитать. При необходимости мы можем отредактировать название. Удалить его. Или скачать список в виде Excel файла. Давайте я удалю выборку, чтобы привести систему в то состояние, в котором она находилась до записи ролика. Вот и все, что вам надо знать о поисковых выборках. Это простой и удобный механизм для сохранения сведений о интересующих вас книжках в ваш личный кабинет. Спасибо за внимание. Встретимся в новых роликах. Коллеги, продолжим нашу презентацию. Ну что ж, с выборками мы примерно разобрались. Теперь по поводу показателей РИНС. Как я говорил, в нашей ЭБС делается все, чтобы для преподавателей-авторов было комфортно с точки зрения повышения их показателей цитируемости. Ну, прежде всего, вы можете посмотреть свои показатели цитируемости, которые у нас отображаются путем интеграции системы e-library прямо в вашем личном кабинете. Чтобы это все нормально отображалось, вам надо, чтобы либо когда вы лично заводите свою учетную запись в электронной библиотеке, либо когда библиотекарь это делал, точно было бы указано в вашей фамилии, имя и отчество. Тогда из РИНС будет информация правильно интегрирована и будет отображена в нашей электронной библиотеке. Ну, единственное, если в e-library существует несколько ваших полных тезок, то есть людей с одинаковыми с вами фамилией, именем и отчеством, то может схватиться первый попавшийся автор. Тогда вам надо будет отрегулировать вот этот момент, вам надо будет указать свой спин, то есть ID в системе e-library, и после точного указания информация будет уже точно про вас. Что мы создаем в нашей ЭБС для авторов? По сути дела мы создаем механизм быстрой публикации, быстрого цитирования и быстрого чтения. То есть, во-первых, публикация в ЭБС вашего труда быстрее, чем публикация бумажного издания. Во-вторых, собственно, сам процесс чтения в ЭБС, человек может быстро найти книгу и быстро ее прочитать. Плюс само цитирование облегчено. И вот эти два инструмента, о которых я говорил, сейчас я покажу еще раз. Вот библиографическое описание, которое вынесено в самое начало чтения книги и список литературы, да, вот эти все вещи, они позволяют быстро вас цитировать. Соответственно, мы специально создаем культуру цитирования, такую убыстренную, с тем, чтобы все процессы, связанные с вашим цитированием, во-первых, убыстрялись, то есть, убыстрялся бы такой цитатный метаболизм, да, а во-вторых, просто он был бы облегчен. То есть, по электронной книге, во-первых, происходит убыстрение цитирования, а во-вторых, увеличение количества цитат вообще. Мы же о наших авторах периодически, примерно раз в месяц, передаем данные об опубликованных у нас изданиях в РИНС, и, соответственно, и этот процесс тоже убыстряем, и поэтому для вас публикация книги в электронной библиотеке является, с этой точки зрения, очень важной и должна быть интересной. Ну, что еще можно? Вы можете некоторые учебники, которые вы рекомендуете своим студентам, занести в своем личном кабинете в список базовых учебников. Вот как это примерно делается. Не буду так показывать. На самом деле, этот путь, конечно, такой немножко замысловатый, но, тем не менее, он есть у нас функционально. Ну, и еще вопросы книгообеспеченности. Обычно я эти вопросы в основном рассказываю библиотекарям, но и преподавателям тоже, потому что преподаватели и заведующие кафедры, и вообще кафедры участвуют в книгообеспеченности по своим направлениям и дисциплинам, поэтому это тоже важно. И вот хочу рассказать, что у нас функционал книгообеспеченности доступен преподавателям, и вы совместно с библиотекой можете формировать книгообеспеченность для вашей дисциплины прямо в электронной библиотечной системе. По книгообеспеченности у меня есть целый большой вебинар. Он еще, правда, не выложен. Вот, будет в конце этой недели выложен на YouTube. Можете его посмотреть. А пока просто скажу, что у нас книгообеспеченность очень интересно составлена. Во-первых, она уже наполовину заполнена какими-то книжками, рекомендованными нашими библиографами. А во-вторых, у нас есть режим рекомендательной книгообеспеченности, когда книжки появляются в ваших дисциплинах, и они подсвечены вот таким вот зеленым цветом. Это означает, что какое-то количество вузов уже использовали эту книжку в своей книгообеспеченности. И вот эта четверочка означает, что, например, 4 вуза ее поместили в книгообеспеченности. Это, видимо, означает, что книжка интересная, и вам тоже стоит обратить на нее внимание, даже если вы сами не знали про эту книжку, не знали, что она достаточно хороша. Ну, это все по книгообеспеченности, потому что, на самом деле, это целый вебинар большой. Информационные каналы. Ну, в отличие от библиотекаря, которые хорошо знают, с кем общаться у нас, часто конечный пользователь, такой как преподаватель, а преподаватель это, конечно, гораздо важнее, чем, например, студент, не знает, куда обращаться, если возникли какие-то проблемы. Я предлагаю 4 пути. Первый. Если вы просто не знаете, как пользоваться каким-то сервисом, не понимаете, можете обратиться к учебному каналу нашему на YouTube. Там расположены ролики по большинству частей нашего функционала. Второй путь – это участвовать в наших вебинарах, что вы, собственно, сегодня и сделали по направлению интересующему вас. Третий путь, ну, самый естественный, наверное, обратиться в техподдержку. Несколькими способами это можно сделать. Ну, и если ничего не помогает, обратиться к персональному менеджеру, если сложный вопрос какой-то, он должен разрулить ваши вопросы. Наш учебный видеопортал на YouTube, я давал уже на него ссылку. Приходите, там записи всех вебинаров, записи учебных роликов и вообще все видеоматериалы, которые тем или иным образом касаются университетской библиотеки онлайн. Ну, вот примерно такие есть у нас плейлисты, функционалы БС, конференции и семинары. Очень интересный лист, который называется «Профессиональная разработка учебного контента». Это для тех, кто интересуется контентным строительством учебным, будет очень интересно. Наши учебные видеоролики, практикум автора учебного контента, ну и так далее. Техподдержка. К техподдержку можно обратиться разными способами. Самый простой – это нажать на вот эту кнопочку «Задать вопрос» и написать свой вопрос вот в этой теме. Второй способ – это первый способ. Второй способ – написать непосредственно письмо на вот этот вот адрес, простой адрес help.directmedia.ru Третий способ – это позвонить по бесплатному телефону или подключиться по скайпу по адресу библиоклуб.ru. Вот эти три способа, любой из них можно использовать. Конечно, предпочтителен, если вы… Вы какая-то сложная, сложный вопрос, а не просто вопросик, на который можно ответить по телефону, проще всего написать письмом, и тогда такой же подробный ответ вы получите. Но можно использовать и другие каналы тоже, конечно. Ну и, наконец, если у вас какой-то сложный вопрос, обращайтесь непосредственно к менеджеру вашего вуза, менеджеру, нашему менеджеру, который ведет ваш вуз, и он тогда должен уже решить все вопросы и с техподдержкой, и с другими вопросами, с подпиской и так далее, которые у вас возникают. Следующий момент, как я уже говорил, мы вас, преподаватели, рассматриваем не только как преподавателей, но и как потенциальных авторов. Здесь я не буду долго говорить по этой теме, хочу вас пригласить на свой вебинар, который состоится 28 ноября, который называется «Издательство Директ Медиа и преподаватели. Работаем вместе над электронным учебным изданием». Вот по этой ссылке можно зарегистрироваться. Давайте вот именно эту ссылку я вам сейчас все-таки дам в... Сейчас, одну минутку. Все-таки дам прямо в чате. Для этого мне ее надо скопировать. Вот здесь вот. И сейчас я ее... Так, Галина Александровна, я ответил на этот вопрос, почему сертификаты не пришли. И придут еще сертификаты вам. Если долго просто не приходит сертификат по той теме, по тому вебинару, по которому вы пришли, прежде всего ищите в спаме. Если не нашли, пишите лично мне. Так, мы пошли дальше. Теперь поговорим немножко о наших свободных продуктах. Главный из них – это арт-портал. Интересует он прежде всего, ну, наверное, гуманитариев. Да, это портал с художественными изображениями различными. Несколько десятков тысяч... Это не только галерея. Тут много интересного есть в арт-портале нашем. Вот адрес простой. Просто добавляйте слово «арт» к слову «библиоклуб.ру». Более 64 тысяч изображений, 5 тысяч авторов, 3 тысячи музеев. Большое количество стилей и направлений, и жанров, по которым можно производить фильтрацию и поиск. Просто хотел бы сказать, что это для огромного количества гуманитарных направлений это хороший способ поиска и иллюстрирования своих произведений. Ну, в частности, для студентов, рефератов, эссе и так далее. Здесь вот хотел бы остановиться на том вопросе, что современное авторство предполагает уже не только текст, но и какое-то иллюстрирование своих работ. И, разумеется, под иллюстрированием мы понимаем не только самостоятельное изготовление каких-то иллюстраций, но и подбор, контекстный подбор иллюстраций в сети. И компетенция, как журналисты говорят, билд-редактора, то есть редактора, который ответственен за оформление иллюстрации, он сейчас, вот эта вот компетенция становится одной из ведущих компетенций человека, который хочет заниматься своей авторской деятельностью. Поэтому студентов с ранней поры хорошо бы приучать к вот такому билд-редакторству. И после, когда он свою работу создает, то чтобы использовал, вот в частности, наш арт-портал. Что у нас тут есть? У нас тут есть большое количество иллюстраций. Иллюстрации, иллюстрации, очень многие иллюстрации в сверххорошем качестве. Вот, например, такая иллюстрация, как «Явление Христа народу». Вот мы видим, какие мелкие детали здесь видны. У нас в арт-портале есть раздел «Артотека». В разделе «Артотека» отдельные статьи, большие страницы. Это подписной отдел нашей «Артотеки». «Артотека» не является свободной в режиме свободного доступа. Но там есть четыре выпуска, которые являются свободными. Их можно посмотреть. Это одни из лучших выпусков. Вот. Что такое «Артотека»? Это большие длинные страницы, которые называются «Long Read». Сейчас есть такое понятие в медиа-аналитике. То есть, хорошо структурированная страница с текстами, большим количеством иллюстраций, мультимедиа и иногда интерактивным. Например, интерактивные путешествия по каким-то отдельным полотнам. Вот, например, виды наших арт-проектов. А вот виды интерактивности, какие у нас присутствуют. Например, таймлайны, то есть оси времени, на которых располагаются иллюстрации и их описания. Кстати, один из ближайших наших вебинаров, который будет вести Марина Орешко, таким инструментом будет посвящен. Если не изменяет память, в начале следующей недели он пройдет в понедельник. Какие еще у нас есть? Да, вот, например, два выпуска посвящены одному единственному произведению «Сад земных наслаждений» и «Ранима Босха». И здесь два интерактивных путешествия по огромной гигапиксельной картинке «Сада земных наслаждений», где это путешествие, которое ведет нас по главным сюжетам данного произведения, с объяснением каждого сюжета. Вот такой вот интерактивный способ подачи информации в наших арт-проектах тоже присутствует. Ну, вот так вот изнутри выглядит, например, этот проект. Вот слева в кадре дается увеличенное изображение, справа пояснение, иногда какая-то контекстная картинка. Вот примерно так это все происходит. Одно из интерактивных путешествий, которое является открытым, и вы можете его посмотреть, это «Явление Христа народу» – интерактивная карта. Не буду давать здесь прямую ссылку, приходите на арт-портал, найдете там артотеку и вот этот вот открытый проект. Ну, не то чтобы не хочу здесь, просто я хочу пригласить вас на свои вебинары, которые будут по артотеке проходить, и там подробнее узнаете обо всех вот этих проектах, которые у нас есть. Ну, вот так, например, выглядит интерактивное путешествие по этой картине. Вот большое изображение, и вот один из этюдов к этой картине, который делал Иванов. Есть еще и у нас открытый проект, который называется «Интеглопедиум». Он находится вот по этому адресу, надо «Энк» приписать к библиоклубу. Это все те энциклопедии, справочники и словари, которые есть в университетской библиотеке онлайн, они выведены наружу за подписку и предоставлены в открытом доступе. И можете по вот этим вот всем словарям ходить, читать их, смотреть, искать статьи и так далее. Ну, вот да, вот тут около тысячи энциклопедических источников, полтора миллиона словарных статей и так далее. Очень много интересной информации. Ну что ж, наш час почти истек, и перед тем, как перейти к вашим вопросам, вопросы ваши в основном касаются сертификатов, я на них отвечу. Я хотел бы вас пригласить, кого-то из вас, может быть, заинтересует. Я веду электронные учебные курсы. Три раза в год мы запускаемся с разными электронными учебными курсами. Я работаю совместно с компанией «Ракурс». И вот один из очередных моих учебных курсов, который называется «Учебное видео. От идеи до воплощения», должен состояться, начаться 24 октября. Это большой курс на 10 вебинаров, 72 академических часа, 12 тем. Огромное количество примеров по каждой почти теме практикума, которые мы разбираем индивидуально в специальной группе. Контентная поддержка и так далее. Этот курс мы запускаем третий раз уже. Он такой дополненный и исправленный. Как сказать, уже исправленный с точки зрения тех нюансов и дополненный с точки зрения тех предложений, которые были в прошлые годы. Так что, если у вас есть желание посовершенствоваться в части подготовки учебных видеоматериалов, то милости просим на наш курс. До 6 октября сохраняется минимальная оплата на данный курс. Все, не буду очень сильно себя рекламировать. А, ну давайте, да, я вас приглашаю, а ссылку-то не дал. Сейчас, одну минутку, я вам дам ссылку, где вы сможете ознакомиться с программой данного курса. Одну минутку. Вот она программа этого курса. Ну что ж, а теперь, да, а теперь отвечу на эти вопросы, на ваши вопросы. Во-первых, еще раз все вопросы по сертификатам. Ну, я уж и так стараюсь максимум информации дать и на нашем сайте. Да, ну, во-первых, давайте уж так. Я вам сейчас дам прямую ссылку на... на ту страницу нашего сайта, который посвящен сертификатам. Вот эта страница. Давайте я отвечу сразу на все вопросы, потому что вопросов много. Во-первых, что вам надо, чтобы получить сертификат? Вам надо обязательно не только зарегистрироваться, но и обязательно принять участие в вебинаре. Во-вторых, при регистрации вам надо записать свой обязательно актуальный адрес электронный, по которому придет вам уведомление о вебинаре. И по этому же адресу придет ваш электронный сертификат. В-третьих, вам надо обязательно при регистрации указать точные ваши фамилии, имя и отчество так, как вы хотите, чтобы они были на сертификате. Обращаю ваше внимание, что у нас, конечно, не хватило бы никаких сил и средств выписывать вам сертификаты вручную, поэтому это делает автоматическая система. И поэтому, как вы записали себя при регистрации на вебинар, точно такими же буквами все и будет отображено. Написали с маленькой буквы, значит, в сертификате тоже будет с маленькой буквы. Вот это надо всегда учитывать. Теперь следующий момент. Рассылка сертификатов. До примерно середины сентября, даже где-то до третьей декады сентября у нас происходила настройка нашей рассылочной системы. И если вы получали письма с пустыми сертификатами, я заранее извиняюсь, были у нас такие сбои. Это наши разработчики, к сожалению, странно очень себя тестировали и не понимали, что они реальные письма рассылают. По всем вебинарам первой половины октября сертификаты придут вам в ближайшее время. Вот, наконец, у нас сейчас отработан этот момент. Далее, если вы не получили сертификат, участвуя в вебинаре, после 17 сентября, но сертификат не получили, первое, что надо сделать, и на будущее тоже, посмотреть в спам. Если в спаме есть это письмо, иногда оно попадает в спам. Надо просто его получить. Если и там не нашли, пишите лично мне. Я проверю и постараюсь вам лично повторить эту рассылку. Ко всем, кому сертификаты не интересны, у меня большая просьба. Просто удаляйте эти письма, но не отправляйте их в спам. Если вы нажмете на кнопочку «Спам», это значит, что кто-то потом эти письма может не получать, они автоматически будут направляться в спам, а людям эти сертификаты очень нужны. Сертификат пришел. Ирина Львовна, пришлите мне, пожалуйста, этот сертификат, я на него посмотрю. Возможно, какая-то проблема, о которой мы пока не знаем. Так, и был вопрос по поводу того, как скачать презентацию. Вот смотрите, следите за карандашиком. Показываю примерное направление, в котором находится ряд кнопок в правом верхнем углу. Это кнопки «Поднятая рука», «Смайлик» и третья кнопка, такая желтая папочка. Нажмите, пожалуйста, на эту желтую папочку. Откроется, справа от презентации откроется окошко «Ресурсы». В этом окошке, в том числе, есть и сегодняшняя презентация. Она отмечена значком дискетки. Нажмите, пожалуйста, на эту дискетку. Строго на дискетку, а не на название файла. Именно на сам значок дискетки. Ну вот так сделана вебинарная комната. К сожалению, что приходится каждый раз это повторять. При нажатии на дискетку возникнет окошко с предложением сохранить эту презентацию. После этого все это сохраняется, и вы имеете доступ. Так, вижу еще. Подскажите, пожалуйста, все действия по выбору книг можно совершать только через личный кабинет ВБС? Нет, не через личный. По подбору книг не обязательно через личный кабинет. Но при входе, войти в ВБС вы должны под логином и паролем. То есть, ваш ВУЗ должен быть как минимум на пробном, заказать себе пробное использование ВБС. А как максимум подписаться на нашу ВБС. Снаружи ВБС видна, к сожалению, только главная страница наша. И подбирать книги, не являясь нашим подписчиком, и даже не имея пробной версии нашей ВБС, к сожалению, невозможно. Так, ну вот, кажется, я ответил на все вопросы. Коллеги, вам тоже спасибо. Спасибо, что у вас сегодня так много пришло. Я люблю разговаривать с преподавателями, потому что не всегда они к нам приходят, к сожалению. Приходите на следующие наши вебинары. Вебинаров будет много у нас еще. Ну что ж, коллеги, вот тут пошли уже одни благодарности, вопросы кончились. Я хочу со своей стороны тоже всех вас поблагодарить. Я всегда люблю, когда ко мне много человек приходит на вебинары. Приходите еще. Встретимся в наших новых вебинарах. А у нас вебинары проходят почти каждый день. До свидания. Продолжение следует...